Доброе утро, друзья! Это Рунет сегодня, 10 декабря 2012 года. Вы слушаете нас на 99,6 в Москве, либо онлайн на финам.фм. Напомню, что говорим мы о главных событиях ушедшей недели в области цифрового пространства, в области социальных сетей, интернет-бизнеса, различного рода проявлений цифрового пространства, ведь дополнены реальности, ну и так далее. Значит, как обычно, мы обсуждаем события не... ну, я обсуждаю не сам собой, а есть собеседники, которые компетентны поразмышлять на поставленные вопросы и обсудить имеющие место быть новости вполне себе основательно. Сегодняшний гость этой программы Павел Рогожин, гендиректор РБК «Медиамир». Приветствую, Павел. Приветствую. И Всеволод Страх, основатель и гендиректор интернет-магазина «Сотмаркет». Здравствуйте. Здравствуй. Меня зовут Максим Спиридонов. Значит, напомню, что сперва я дам анонс главных новостей, которые мы редакционно решили поставить в такое основательное обсуждение. Ну и дальше мы коротко пройдемся по тем новостям, которые не вошли в основательное обсуждение, но также стоят внимания. Значит, то, что важно, будет обсуждаться в сегодняшней передаче. Инстаграм обособился от Твиттер, мотивируя это необходимостью развивать собственную веб-версию. Ну вот о том, что это означает и является ли это полным размежеванием или войной даже этих двух сервисов. Прежде находившись в жестком симбиозе, как мы помним, фактически Инстаграм, он таким был дополнением, таким фотодополнением Твиттера. Вот как это будет дальше, мы об этом поговорим. Следующая новость. Facebook решил создавать собственный мессенджер, который способен заменить СМС-сообщение, например. Ну то есть фактически он открыл возможность общаться через мобильное устройство, не регистрируясь в Facebook. И вот к чему это все придет, на чем сердце установится, успокоится, пардон, остановится, наверное, не стоит. Мы также будем иметь возможность поговорить. Ну и, наконец, третья новость. В России заработал долгожданный многими, а кому-то даже неизвестный iTunes 100. То есть возможность прикупить легальную музыку появилась в России вот таким образом. Прежде попытки продать цифровой контент, по крайней мере музыкальный цифровой контент, они более-менее были малоуспешны. Вот, это, пожалуй, главное. А сейчас приступим к экспресс-обсуждению. Рунет сегодня. Mail.ru Group возможно, внимание, возможно, продаст свою долю ВКонтакте. Об этом пишет Business Week со ссылкой на главу компании USV Advisors Ивана Стришинского. Компания, напомню, управляет активами Алишера Усманова. Справился. Павел, как ты думаешь, насколько это слухи, насколько это серьезные? Ну, сложно сказать, насколько слухи эти подтвердятся в какое-то ближайшее обозримое будущее. Однако вот по той информации, которая есть у меня и те, кто внимательно следили за тем, как формировалась Mail.ru Group на базе фондов ДСТ, в курсе о том, что внутри этого большого холдинга очень много интернет-активов и в какой-то момент необходимость возникает у бизнеса либо как-то перестраивать, либо как консолидировать какие-то похожие конкурентные бизнесы, либо из них выходить, либо перестраивать так, чтобы они были более комплементарны, как бы основным брендам, с которым работает этот холдинг. Так что это вполне вероятный исход событий, особенно с учетом развития других игроков на рынке, которые в той или иной степени являются конкурентами ВКонтакте, в большей степени, чем конкурентами, там, одноклассникам или отдельным продуктам под брендом Mail.ru. Вполне вероятно, но здесь без какого-то детального, наверное, понимания, то, что и общение там с Mail.ru Group, ну, наверное, сложно говорить о том, что это действительно там произойдет. Но в этом есть определенная логика с точки зрения бизнеса. Я думаю, что это будет длиться, мы еще успеем поговорить, в том числе и с их топ-менеджерами. Всеволод, что думаешь? Я считаю, что к этому давно уже все шло, потому что любой инвестор хочет иметь у себя в активе управляемый актив. Вот, но, насколько известно, там есть общий непонимание. Там актив такой неуправляемый, да. Ну, я считаю, что не совсем, потому что есть некое непонимание, потому что когда они работают не в партнерстве, у Павла есть свое видение развития этого актива. У Павла Дурова, да? Да. Денедиректора ВКонтакте. У Mail.ru Group наверняка другое, соответственно, понятное желание Алишера Усманова и его коллег, наверное, полностью поглотить этот актив, как они делали с другими своими проектами. Вот, но есть непонимание. Ну да, в общем, у Mail.ru подход такой. Либо забрать на 100%, либо сбагрить чертовой матери и забыть. Видимо, так оно и будет. Поскольку забрать не получается, и Дуров ясно показал, что он будет биться насмерть, видимо, будут продавать. Но, как это случится на самом деле, покажет жизнь. Россия отказалась от своих предложений по международному регулированию интернета, который собиралась выдвинуть на заседание МСЭ, Международного союза электросвязи, который регулирует, в общем, определенные такие важные вещи, касающиеся интернета. И Россия, казалось, была таким застрельщиком, предлагавшим определенные меры, дающие дополнительные полномочия странам на местах. Не международному регулированию, а странам на местах регулировать интернетом. И вот под давлением мировой общественности, так сказать, Россия отозвала эти предложения. Для тебя это что означает, Павел? Ну, во-первых, не совсем уверен, что это мировая общественность, да, потому что, зная... Ну, это Google выступал. ...отрасль изнутри российскую, да, особенно игроков, которые в основном представляют там телеком-сегмент, или которые стоят на стыке телеком и каких-то сервисов в интернете, и той активной работы, которую они ведут там с правительством Российской Федерации, на предмет того, как должно происходить регулирование отношения государства и бизнеса с точки зрения интернета в России, я думаю, что вполне могло оказаться так, что вот этому способствовали, собственно, наши коллеги по рынку, тем более, что, зная вот коллег по своему холдингу, которые активно этим занимаются, особенно с точки зрения там доменного бизнеса, хостинного бизнеса, это вполне вероятно, что... Активно занимаются тем, чем, подожди, не понял? Взаимоотношениями с государством относительно того, как будет строиться регулирование... В общем, их лоббисты растолкали. Да, лоббисты растолкали, и надо этим лоббистам сказать огромное спасибо, потому что многие там нормативные акты, которые собирались принимать как следствие вот этого там законодательства, они, конечно, очень сильно бы ограничили возможности и создавали бы сложности для бизнеса в России. Все, вот, на твой взгляд, вот то, что готово с Россией, то есть предложение по локализации определенного рода регулирования интернета до страны, то есть конкретно вот мы у себя, они у себя и так далее, оно хорошо или плохо, или лучше оставить наверху, на международном уровне? Я считаю, любое регулирование, оно неэффективно, особенно в интернете, потому что, во-первых... Ты прям как неуправленец говоришь, как-то неэффективно. Оно неэффективно, потому что запустили тот же самый черный список, или как он там называется... Ну да, черный список сайтов, реестр, да, запрещенных сайтов. 100 сайтов добавляют, 5000 ежедневно появляются. Я считаю, что это нужно делать не от того, что запрещает конкретный сайт, а решать с первоисточником. То есть понятно, что эти сайты как-то рекламируются. И я считаю, что было бы более эффективно сделать такую систему, которая не позволяла бы в поисковых системах находить эти сайты, которые содержат нелегальный контент. Потому что понятно, что запрещают не то, что не хотят видеть, а то, что содержит какую-то нелегальную информацию, нелегальный контент. Ну, это тоже вопрос регулирования. Да, это тоже вопрос регулирования. Более сложная система поисковая. Будем дальше двигаться, поскольку время у нас ограничено в экспресс-обсуждении. Роскомнадзор проведет исследование эффективности того самого черного списка сайтов. Для этого фонд общественного мнения проведет социологический опрос. Вообще есть смысл проводить опрос в этом смысле? Вот здесь или нет? Ну, на мой личный взгляд, смысла в этом вопросе нет. Вопрос эффективности, он скорее вопрос в том, как происходит взаимодействие игроков рынка с Роскомнадзором. С точки зрения вот этого черного списка, потому что не так давно я наблюдал вживую, что происходит, когда владелец ресурса не получил или не смог обработать заявку, уведомление с Роскомнадзором относительно того, что ресурс содержит запрещенный контент и может быть заблокирован. Ну, то есть некий процесс еще не отработан, и говорить о том, что эффективно он, этот черный список работает, неэффективно, и проводить опрос бессмысленно, пока ты не отладил базовую процедуру. Особенно с обычными людьми, которые, в принципе, пока же даже не очень в курсе того, что такое существует. Дальше пойдем. Ростелеком пригласил министру связи Николаю Никифорову отключением электронного правительства из-за неоплаченных услуг телекома. Отключение может произойти уже 1 января. Вообще такое ощущение, что молодого министра пытаются троллить. Это вам не кажется в последнее время, не только Ростелеком? Ну, вполне себе похоже, потому что, если посмотреть то, что происходит, например, с кадровым составом этого правительства, отношения, высказывания коллег по другим министерствам, относительно того, как они собираются набирать людей и какие кадровые политики приводят, тоже очень похоже на такой достаточно тонкий троллинг, и вполне себе история похожа на то же самое с Ростелеком. Я считаю, что это показывает общее управление нашей госвласти, что один говорит делать, другой не знает об этом, третий говорит, что это не делается, четвертый не слышит. Соответственно, никакого результата, мне кажется, к 1 января не будет, а все будет строиться, как у нас все делается в России. Один сказал, другой не сделал. Ну и последним за тем, как дальше будут происходить отношения министра и других таких вот коммерческих крупных структур и правительственных, потому что, похоже, его пытаются так немножко проверить на вшивость. Freelance.ru дал возможность видеть контакты для платных аккаунтов, конфликт между акционерами, улаженность. Ну, вы знаете, конечно, как находясь внутри, те, кто не знает, коротко скажу, там закрыли возможность обмениваться контактами, все только через платные сделки, и сейчас вот несколько приоткрыли. Верный шаг или неверный, как тебе кажется, Паша? Буквально в пару секунд, потому что закончится время. Думаю, что вполне себе верный вопрос. Скажем так, явно акционеры разошлись в своих ощущениях, как должен развиваться этот бизнес, на каких основах. Ну, если до этого он вырос на этом тренде, скорее всего, те основатели, которые его поддерживали, ну, вполне себе правы, потому что, по сути, они сформировали рынок и отношения. Там два основателя, они были в разных позициях. Да, да, но вот дело в том, что работая по этой модели, фриланс.ру, как основной фриланс-ресурс в России, в Рунете, да, он и сформировал отношения к рынку, его некие там законы, взаимодействия и так далее, используя именно эту механику, поэтому странно, что они так решили сменить. Через минуту поговорим о наметившемся противоречии между купленным Фейсбуком, Инстаграмом и сервисом микроблогов Твиттер. Снова доброе утро, друзья, 11.17 в Москве. Мы продолжаем разговор о главных событиях цифрового пространства интернета, социальных сетей интернет-бизнеса и иже с ним. Меня зовут Максим Спиридонов, гость этого выпуска Павел Рогожин, гендиректор РБК Медиамир и Всеволод Страх, основатель и генеральный директор интернет-магазина Сотмаркет. Как известно, мобильное приложение Инстаграм, набравшее несколько десятков миллионов пользователей за полтора-два года, было куплено в апреле социальной сетью Фейсбук за миллиард долларов. Была красивая сделка, много вокруг этого пыли и в том числе пыли, поднявшейся с новым витком мечт стартаперов, так называемых, молодых предпринимателей, желающих построить нечто, что также выстрелит в миллиард долларов, а то и больше, на Ниве интернета. Так вот, как вам кажется, поставили эту покупку на пользу Инстаграму, Павел? Ну, сейчас об этом судить достаточно рано, я думаю, должно еще пройти хотя бы полгода, посмотреть, как будет развиваться вся продуктовая линейка Фейсбука и тех активов, которые они сейчас заходят или собираются заходить. И как те сервисы, которые они приобретают ради аудитории, которые уже полюбились достаточно большому количеству в десятки миллионов пользователей, как они будут перестраиваться с учетом того, что Фейсбук все более активно начинает вводить все моменты, связанные с монетизацией своей аудитории. Если же говорить про то, что они отключили возможность просмотра изображения... Подожди, давай об этом пока не будем говорить, пока рано. Ну, хорошо, ладно. Я хотел просто контекст послушать. Значит, как твое мнение, Всеволод, по поводу того, каково самочувствие Инстаграма в конюшне Фейсбука? Ну, я считаю, на пользу создателям это точно пошло, вот, потому что достаточно... Потому что у них на счетах появились углые суммы? Да, да. Вот. А что касается самого Инстаграма, понятно, что появилась какая-то поддержка со стороны Фейсбука, крупной компании, которая наверняка вложила какие-то свои средства, свои знания в разработку и усовершенствование Инстаграма. Вот. Самое главное, чтобы Фейсбук в какой-то момент, скупив такие любимые сервисы локальные, не сделал какую-то локализацию, не перевел все в сам Фейсбук и не угробил этот проект. Потому что понятно, что большинству людей не нужны все функции Фейсбука, а нужны только размещение там фотографий. Все функции Инстаграма имеешь в виду? Все функции Фейсбук. То есть, если Фейсбук будет такая мега вещь, в которой будет все запихано, и Твиттер, и Инстаграм, и все-все-все сервисы, понятно, что людям не будет удобно такой огромной неповоротливой системой пользоваться. Ну, вообще, по поводу того, что не повредило, я коротко брошу. Мы сами знаем о том, что покупка молодого стартапа крупной корпорации, особенно с кэш-аутом последующим, то есть, когда на счетах руководителей появляются деньги, штука очень расслабляющая. Особенно, если, когда они становятся подразделением, там, каким-то одним из множества подразделений, ну и что, и ходишь на работу, на работу работать, да? И уже нет тех целей, уже нет того драйва, как правило. Ну, так, как правило, это процент, наверное, 90 с лишним случаев такое происходит. Ну да. Тем более, когда тебя покупают, и все-таки я вернусь к своему тезис, что покупали ради аудитории, и ради возможности потом все-таки эту аудиторию как отконвертировать в аудиторию Фейсбука, либо переключить как бы фокус ее используя на продукты Фейсбука, то, конечно же, с этой точки зрения любителям Инстаграма, который, вот, пользователям, да, вся эта история, наверное, не пошла на пользу. С точки зрения основателя, с точки зрения бизнеса самого Инстаграма, безусловно, это плюс, потому что, собственно, для этого он и создавался. Ну, в общем, может быть такое, что дух воина в Инстаграме уже не тот, и значит, что предстоящие военные действия, потенциально возможные военные действия с Твиттером, они будут не так успешны. Но сейчас послушаем о том, что может указывать на начало осторожных тех самых противостояний между Твиттер и Инстаграм. Фотоприложение Инстаграм отключило возможность просмотра изображений в мобильном клиенте сервиса микроблогов Твиттер. По словам главы Инстаграма Кевина Систрома, данная мера связана с необходимостью приучать пользователей к веб-версии фотосервиса. Он также подчеркнул, что это изменение никак не связано с тем, что приложение весной купила соцсеть Фейсбук. Ну, а что ему было говорить, собственно. Нас добавит, что мы записали чуть раньше новость о том, что отключили в мобильном клиенте. Так вот, буквально вчера и в веб-версии Твиттер в интернете тоже были отключены фото из Инстаграма. Что это значит? Что это насчет там происходит? Как твое мнение, Паш? Ну, вполне понятно, что Инстаграм использовал Твиттер как некую платформу для продвижения собственного сервиса. Твиттер использовал его как бесплатное такое фотохранилище для пользователей. Поэтому, как в тот момент, когда вот эта вот зависимость была порушена все-таки сделкой, как бы там ни лукавил Кевин, конечно же, как две компании, находясь, ну, под одним управлением, там, Фейсбук и Инстаграм, они явно нашли тот синергетический момент, когда можно использовать ресурсы одной компании во благо другой, и можно уже отказываться от вот этих странных партнерств, которые, скорее всего, еще не были закреплены с точки зрения каких-либо коммерческих условий. Поэтому вполне логичный шаг. Единственное, конечно, с точки зрения публичной позиции, Кевин, сложно признать, наверное, что это так. Публично. С точки зрения позиции там такая история, в общем, получается, и, возможно, мы еще услышим такое от Твиттера. Ну, это как супруги, которые жили вместе, и такой момент им было это удобно, где Инстаграм выступал явно в зависимой позиции, в ведомой позиции. Вот, а когда появился какой-то на горизонте самец по, ну, более альфист, если можно выразиться, более привлекательный, тут же переметнулся туда Инстаграм, и вот Твиттер может ставить позицию, ах ты, бросил меня, как только вот буквально. Все согласен? Я с Павлом полностью соглашусь. Единственное, что с моей точки зрения, я не понимаю вот таких войн, когда эти войны, ну, даже не войны, а вот такие вот скачки, они приводят к тому, что те пользователи, которые пользовались, например, Инстаграм, и они были удовлетворены дополнительно сервисом в виде Твиттера, что они могли совместно им пользоваться, они становятся менее лояльны к этому сервису. И, соответственно, неизвестно, как сложится судьба того круга лиц, которые остались недовольны этим действием. Может быть, они, наоборот, возьмут и переметнутся в Твиттер. Здесь такая штука интересная. Ходят слухи о том, вот смотрите, как интересно получилось с Инстаграмом и Твиттером. Одни предоставляли Твиттер, предоставляли возможность постить текстовые короткие сообщения. Это вообще стало таким вот началом революции микроформатов, большому счету, потому что дальше мода на микроформаты пошла и в соцсети, пошла и в блоги, да, то есть стало возможным, ну, была пройдена некая моральная планка, стало возможным писать коротко, прежде, если пишешь, то пиши, извини, много. Ну, как бы, так, психологически мы помним, да, вот подход блогера, это нужно долго писать. Это вот ЖЖ классический, в этом смысле, подход к постописательству в интернете. Твиттер показал, можно писать коротко и даже нужно писать коротко, иначе у тебя не будет возможности вместить это в 140 символов. Это пошло дальше в соцсети, и вот к этому Твиттеру, который позволяет писать коротко, добавились еще различные фотосервисы. В частности, Инстаграм, который позволял добавить картинки к этому. И эти картинки показывались как предосмотр. И вот сейчас они, получается, размежевываются. И Инстаграм, сам создав веб-версию, фактически делает такой микроформат с фотографиями, а Твиттер в ответ поговаривает, делает возможность в своем фотохостинге, который у них уже существует, добавить фильтры. Будет забавно. То есть два таких микроформатных фотохостинга... Которые друг друга опылили так взаимно и разошлись в сторону. Спасибо, ребят, вы друг друга научили и разошлись. Да, но при этом у одного из них, у Инстаграма, есть поддержка прямого конкурента Твиттера и Фейсбук. И здесь я уже, я бы сказал, не столько конкурента за пользователей соцмедиа, да, сколько конкурента за платформу авторизации, может быть, да, потому что не секрет, что Твиттер и Фейсбук во многом это еще и способ идентифицировать пользователя на различных сторонних сервисах. Ну, это такой немного спорный момент, как один из коллег по рынку недавно написал, очень точно в своем блоге, что Твиттер вряд ли когда-то станет такой платформой для авторизации, как Фейсбук, потому что он просто имейл не отдает сервису, не позволяя последствия с этим пользователем взаимодействовать. Не отдает, не знаю, ну подожди, мы же видим постоянно, что предлагают авторизовываться через Твиттер и Фейсбук. Предлагать авторизовываться, но тот набор, который предоставляет API для сервиса, ну, сервис, да, для конкретной площадки, когда ты используешь внешнюю авторизацию Твиттера, он все-таки несколько отличается от того, что... Это новость для меня, я думал, что он тоже дает кеймэл. Для меня тоже это было на прошлой неделе новость, когда я об этом прочитал, потому что рука... Мне кажется, не осмотрительно с их стороны, потому что это очень сильная штука. Конкурентные преимущества, да, с стороны Фейсбука. Вот если вернуться к вопросу, насколько пострадают пользователи, ну, я думаю, для профессионалов этого рынка не секрет, что Фейсбук, прежде чем вводить какие-либо изменения, он достаточно хорошо все это тестирует на различных сегментах пользователей, так называемые АБ-тесты, которые позволяют проверить реакцию на те изменения, которые впоследствии увидит там вся аудитория ресурсов. Явно, что подобные практики были и принесены и в Инстаграм. Ну, скорее всего, это логично, да, то есть что может дать большая компания с большим количеством людей, ресурсов, лучшим пониманием технологических составляющих бизнеса. Безусловно, то есть мне есть ощущение, что раз Фейсбук тестирует, все очень детально на АБ-тестах, то, скорее всего, и вопрос отключения функционалов взаимодействия там с Твиттером, и Твиттер, кстати, тоже тестирует, он явно был протестирован на определенных там сегментах аудитории, и они пошли на какой-то такой осознанный риск, потому что таким объемом аудитории, как правило, хороший бизнес не рискует. В Твиттере, Максим Спиридонов, это мой личный Твиттер, который используется на время программы в служебных целях, мы спросили, для чего вы пользуетесь Инстаграм? То есть мы так совместили эти две противоборствующие сущности в одном Твите. В Твиттере спросили про Инстаграм, и вот что отвечают нам слушатели в этот момент. Большая часть для того, чтобы постить луки, еду и котиков, очень хипстерский ответ. То есть Инстаграм действительно такая вот среда для молодежи, хипстерского склада. Думаю, что все слушатели понимают, не буду расшифровать слово хипстер, уже вошло в жизнь. Еще один ответ очень такой в духе. Вдохнуть в котиков новую жизнь. Ясно, что котики одни из любимых героев постов в Инстаграме. Впрочем, в Фейсбуке тоже. Значит, еще ответ. Чтобы фотографировать еду и выкладывать в Твиттер, тоже правда. Значит, смотреть на фоточки, постить свои. Значит, следить за людьми. Ну и такой ответ, в общем, предсказуемый для снимков и обработки фото. Ну, да. Другое дело, что, повторюсь, забавно, то, что размежевались они на моменте, когда оба, Инстаграм и Твиттер, готовы, в принципе, дать полный функционал. То есть Инстаграм стал готовить веб-версию, и он уже ее, собственно, начал выкатывать. Она еще не полноценна, но уже видна. Прежде была только мобильная часть. То есть можно было только со смартфона или планшета использовать. А Твиттер, говорят, готовит фотофильтры, которые, в общем, и прославили в свое время Инстаграма, сделали его довольно заметным. Все, вот есть что добавить? Мы как-то так тебя... Я считаю, что копирование — это не лучший путь развития любого проекта, и не будет смысла у людей, которые уже пользуются тем же самым Инстаграмом, переходить в Твиттер и пользоваться этим. Перейдут в Твиттер только те люди, которые вот этим действием остались недовольны, они стали нелоялены, например, к Инстаграму, и они перейдут в Твиттер и будут пользоваться этим новым фотофильмом. Но это будут единицы, доли процентов от текущих пользователей Инстаграма. Ну, фактически, Твиттер стал в свое время знаменем и остается знаменем микроформата, а Инстаграм вольно или невольно стал знаменем хипстерской революции. Вот некое такое движение, которое за пределами интернета на самом деле, некой новой волны подхода к жизни молодежи, если можно так разиться. После выпуска новостей нас ждет беседа о новых инициативах социальной сети Facebook по завоеванию мобильных пользователей. 10 декабря 2016 года. Это Финам.фм, 99.6 в Москве или онлайн на финам.фм. Также на финам.фм можно скачать подкасты, что вам рекомендую сделать, или даже подписаться на ленту подкастов, то есть в свое приложение в мобильном устройстве либо в компьютере, вложить ленту и получать уведомления уведомления о новых программах или сами файлы новых программ в формате mp3 еженедельно. Таким образом, не пропустите никогда, даже если вы пропустили прямой эфир, в котором мы находимся сейчас. Меня зовут Максим Спиридонов, и вместе с гостями этой студии мы обсуждаем главные события ушедшей недели в цифровом пространстве. Гости студии Павел Рогожин, гендиректор РБК «Медиамир» и Всеволод Страх, основатель и гендиректор интернет-магазина «Сотмаркет». Мне кажется, что со стороны интернета по отношению к операторам мобильной связи уже подложены и активно откармливаются. Две большие свиньи. Одна из них — это переход голосовой связи в интернет-телефонию. Мы это наблюдаем. Программы типа Skype, например. С другой стороны, это переход с SMS-сообщения в общение через интернет-мессенджеры. Яркий тому пример приложения WhatsApp или Viber, например. Вам известно это уже. Вы думаете, насколько необратимы эти процессы, насколько проблематичны они могут быть для мобильных операторов? Всеволод. Ну, я считаю, что переход от SMS-а к интернет-общению, он связан прежде всего с тем, что, во-первых, это удобнее, во-вторых, это дешевле. Несравнимо дешевле, конечно. Конечно. И, соответственно, переход связан не только с тем, что станет дешевле, а пользователь сможет пользоваться, например, своим аккаунтом в Facebook и совмещать эту переписку с любым человеком в своей записной книжке либо человеком в своем контакт-листе на самом Facebook. Ну и что касается этого функционала, который запускает Facebook, я считаю, что понятно, проходят слухи, что WhatsApp покупает... Точнее, Facebook покупает WhatsApp, и, соответственно, понятно, что они покупают аудиторию, ту, которая пользуется этим сервисом, чтобы потом перебросить их на свой функционал. Забегаешь вперед. Подожди, давай еще мы успеем поговорить по новости, а вот все-таки возвращаясь к мобильным операторам, как тебе кажется, насколько сильно изменится их бизнес в ближайшее время? Ну вот мы знаем, да, они заходили с голосовой связью, потом подарок, ну реально был подарком SMS, помните, какой был всплеск, когда вдруг это совершенно, ну так, прицепом прошедшая технология, вдруг стала так активно использоваться и стала просить значительные деньги. А помним еще там все эти SMS-подписки возник, да, сейчас они несколько идут на спад уже, а был момент пика лет пять назад, когда просто бешеные деньги на этом приходили. Я считаю, операторы в любом случае найдут пути, как монетизировать их услуги, в любом случае те же самые сообщения будут уходить по интернет-каналам, которые принадлежат им, и которым за эти услуги мы также будем платить. Постепенно они будут становиться провайдерами, получается, интернета? Я считаю, что да, в любом случае, ну например, я пользуюсь за границей только СИП-телефонии, не скайп, а именно СИП-телефонии, потому что это стоит копейки. С мобильным устройством? С мобильным устройством, да, подключаясь по Wi-Fi и пользуюсь либо по Wi-Fi, либо по 3G, потому что качество 3G, понятно, что в Европе, в Америке намного лучше, чем у нас. Я бы не сказал, кстати говоря, тоже это отдельная тема, о которой можно дискутировать, потому что по моему опыту немецкому, я живу в этой стране, в, скажем, Баварии, качество 3G у большинства операторов так себе. Ну если сравнить с точки зрения, сколько будет там 10 минут разговора стоить в роуминге, сколько 10 минут с небольшими трудностями фасип-каналу, то я думаю, можно пережить там доли или десятки секунд прерывания сигнала. Ну да. Ну, мне кажется, что для операторов сотовой связи, конечно, угроза со стороны вот этих приложений, которые, особенно в мобильной среде, в iOS, в Android, активно развиваются и подменяют их основные услуги, это, конечно, даже существенная угроза. Другой вопрос, что все попытки таких игроков с телеком рынка создать самостоятельно подобные продукты, к сожалению, заканчивались либо каким-то провалом, да, либо они никогда там не взлетали, мы даже особо не слышали. А попытки остановить просто бессмысленны? А, они бессмысленны. Ну, конечно, то есть, все равно, то есть, все смартфоны сейчас, они уже имеют возможность подключиться по Wi-Fi, то есть, они уже отвязаны от оператора сотовой связи с точки зрения его каналов, да, то есть, ты можешь подойти, любой ход спот, пожалуйста, у тебя есть интернет, он по-другому, безусловно, как-то тарифицируется, ну вот, поэтому здесь, конечно, для игроков этого сегмента и телеком операторов очень важно своевременно либо найти правильных стратегических партнеров, которые уже умеют реализовывать подобные продукты, работать с миллионной аудиторией качественно, да, либо приобретать таких игроков. Кто-то до сих пор не оставляет попыток сделать это самостоятельно, ну, там, хороший пример из России, с российского рынка, это мультифон у Мегафона, то, как вот они развивали, делали этот продукт, тем более, что, насколько мне известно, сейчас он, по-моему, ушел под управление Мегалапс, это отдельное подразделение Мегафона, которое активно развивает так называемые вас, value-added сервисы, которые должны существенно, да, повлиять на маржинальность этого бизнеса, да, потому что, почему операторы идут, ну, очень внимательно за этим смотрят, они не хотят превратиться в низкомаржинальную такую трубу традиционного телеком-оператора, которым просто конятся там биты, байты и так далее. Они вообще привыкли к высокой маржины, Ну, да, да, время уходит, они теряют маржинальность, ну, нужно реинвестировать, и вот поэтому, конечно, нужно развивать подобные сервисы. Хорошо, сейчас о том, как в Facebook решили основательнее зайти в пространство текстовой мобильной коммуникации. Социальная сеть Facebook обновила функционал приложения чат, разрешив пользоваться своим мессенджером людям, которые не зарегистрированы в соцсети. Для авторизации в чате Facebook пользователю теперь достаточно указать имя и номер телефона. Зарегистрироваться данным способом сейчас могут лишь владельцы смартфонов на базе Android в нескольких странах мира. О том, когда услуга станет доступна в России, пока не сообщается. Все вот, а как думаешь, что это для них? Потенциальный способ монетизации или возможность привлечь новых пользователей? Я считаю, что это способ привлечь новых пользователей из других сервисов, как я уже сказал, тот же самый WhatsApp. Потому что, я думаю, Facebook уже достиг предела во многих странах своего развития, своей аудитории. Дальше нужно как-то развиваться. Развиваться можно либо путем переманивания пользователей одной социальной сети в другую, либо, соответственно, открытием новых сервисов и переманивания благодаря новому функционалу этих клиентов. Это при том, что именно мобильная платформа для них самая проблемная с точки зрения монетизации, как мы помним. Собственно, по этой причине мне кажется, в первую очередь приобретали WhatsApp. Ежики плакали, кололись, налезли на кактус. Потому что WhatsApp имеет внутри себя модель монетизации, которой не удалось построить в Facebook из-за того, наверное, каким образом они выстраивали взаимоотношения с телеком-оператором на тех рынках региональных, куда выходили. WhatsApp это получилось сделать лучше. WhatsApp просто как дверь модель монетизации, просто доллар в год, плати и все. Ну, не совсем. Там есть еще отдельные моменты, о которых можно поговорить, но это достаточно литвый разговор, я боюсь, в нашем формате не уложимся. Но первое, WhatsApp умеет это делать, Facebook не умеет. Это первый момент. Второе, это все-таки переключение внимания пользователей WhatsApp в сторону пространства Facebook, потому что кто победит на рынке мессенджеров, война мессенджеров, это три ключевых игрока. Это Google со своим Android, это Apple с iOS и встроенным iMessage, ну и, соответственно, это Facebook, которому необходимо качественное решение, качественный продукт, поэтому, скорее всего, слухи о поглощении WhatsApp со стороны Facebook, они вот... Я думаю, что вот в каждый момент времени в интернете есть такая невеста на выданье. В сегодняшнем интернете WhatsApp одна из таких невест, которую все сватают, несомненно, и Google сватает ее, несомненно, и Facebook ее сватает, Apple вполне вероятно тоже сватает, ну, в общем, может быть и Microsoft, если взять таких всех главных, а может быть еще кто-то там тоже подтягивается. Apple невыгодно развивать кроссплатформенный мессенджер, мне кажется, потому что они имеют свой iOS, им неинтересно это развивать, чтобы часть клиентов, например, могла перейти на Android и также общаться между ними. Я соглашусь. Знаешь, это вообще интересная очень тема, мне кажется, которую мы будем наблюдать в ближайшие годы, и, как сказать, бабушка Надвая сказала, как оно будет развиваться, так или это хорошо. Мы уже наблюдали. Идти, подожди, идти ли Apple, идти ли Apple в кроссплатформенность или не идти? То есть он может оставаться строго закрытым, некой такой вот платформы для своих, маки, айфоны, айпады, точка. Да? А можно сказать, ребята, ну мы же для народа, мы же должны как-то, ну вот с другими, и вот выйти там iMessage в Android, например, неожиданным образом. И вот это вливание, да, вот как Instagram пошел в Android, и народ стал, переживал, что вот, мол, такая элитарная среда, вот что случится с этим. Ну так же Apple может туда ринуться. И как это скажется на развитии Apple? Мне кажется, сложно предсказать. Ну, скажем так, мы немножко, по-моему, ушли от истории. Мы ушли от темы, да. Давай в Facebook вернемся. Я просто скажу, что мы уже наблюдали подобную историю, это как развивались браузеры, было там два игрока, потом появились другие, в итоге все-таки остались самыми сильными по доле рынка и растущими по доле рынка именно те игроки, которые предлагали пользователям кроссплатформенное решение. Вот. Здесь вопрос, да, безусловно, на старте, когда ты позиционируешь продукт как там премиальный, там элитарный и так далее, тебе очень важно ограничиться любую аудиторию с точки зрения, например, там устройств с их стоимостью покупки, да, и так далее. Но когда ты хочешь расти, масштабироваться, тебе нужно очень плавно расширять возможности своей продуктовой линейки, в том числе по платформе. Возвращаясь к WhatsApp, вот на прошлой неделе как раз пошла информация, о чем говорил Севолод, о том, что он может быть куплен в Facebook. Возможно, в этом контексте и был запущен мессенджер вот этот вот фейсбучный, типа, ну, это хорошо переговорная позиция. Ребята, у нас есть свое, если что, то есть мы вот развиваем уже его, и в общем-то в вас мы особо не нуждаемся, но при этом как хорошо в конюшне Facebook, вот Instagram спросите, и там ребята сидят там с виски, с сигарами, да, классно, вот, и вот, ну, как бы, WhatsApp, может быть, входит. А в чем смысл, да? В том, что на сегодня WhatsApp это 100 миллионов аккаунтов, это платформы, кроме iOS, Android, это еще BlackBerry, Symbian, вот эти вот пользователи, которые, ну, с устаревшими устройствами достаточно, и другие, Windows Phone тот самый, вот, их можно туда втаскивать. Но вот мне любопытно, на самом деле, в этом контексте, а та ли это аудитория, которая нужна Facebook, вот эти вот пользователи, мобильные, они все так, за них бьются, хотя, казалось бы, ну, вот они сейчас, веб-пользователи России, ну, возьми и займись ими. И вроде как говорят они о том, что это важно. И Цукерберг приезжает в страну с первой по интернет-аудитории, с первой по размеру интернет-аудитории Европы, ну, вот в Россию приезжает. Однако, все еще Facebook находится очень сильно позади наших социальных сетей. Ну, мне кажется, что давно заметен тренд, что все коммуникационные продукты все больше и больше используются на мобильной платформе, поэтому и частотность использования этих продуктов там выше. Там проще реализовывать сервисы с добавленной стоимостью, когда пользователь платит тебе за какую-то услугу. Ну, это с точки зрения коммуникационных сервисов, о котором относятся, собственно, там и чат Facebook и WhatsApp. Вот. Это первый момент. Второй момент, это вполне себе может быть обкатка модели, аналогичной WhatsApp на собственном продукте. Ну, и следующее, это сбор все-таки вот этих телефонных номеров, которые так необходим для последующей коммуникации с потенциальной аудиторией, потому что мы же сейчас не обладаем информацией, насколько качественно заполнены профили в Facebook с точки зрения наличных мобильных телефонов. Если ты видишь для себя активное развитие в мобильной среде, тебе номер телефона, твоего пользователя, очень важен, для того, чтобы он коммуницировать с ним по традиционному каналу. то есть он там 10 дней не пользуется, там месяц продуктом, пришло SMS, дорогой друг, для тебя специально, там обновление, пожалуйста, заходи. То есть это то, зачем купонщики все собирали мейл-андреса. Это удешевление маркетинга твоего продукта для возврата аудитории, потому что ведь есть проблема не только привлечь, есть еще проблема вернуть уснувший сегмент своих пользователей. А для этого, конечно, нужны традиционные каналы, коммуникации понятные, для этого вполне себе могли попробовать собрать таким способом адреса, номера телефона своих пользователей. В общем, спрут корпорации Facebook, он забирается в глубже в личную жизнь граждан. После небольшой паузы у нас рассказ о главной премьере ушедшей недели, о магазине цифрового контента от Apple, iTunes 100, который начал работу в России. Эти главные события интернета мы обсуждаем с гостями студии Рунет сегодня, Павел Рогожин, гендиректор РБК Медиамир и Всеволод Страх, основатель и гендиректор интернет-магазина Сотмаркет. Меня зовут Максим Спиридонов. Это Рунет сегодня от 10 декабря до 19-го года. Для тех, кто слушает нас в подкасте, он молодец, потому что подписался на ленту и таким образом находится все время в курсе главных событий российской и глобальной сети. Ну и, как я все время повторяю, шире цифрового пространства. Я наблюдаю, как дают презентации футурологи различные и аплодеты, скажем, дополненной реальности. Мне очень забавляет то, что вот они подчеркивают, мы сегодня находимся в некой такой точке начала активного роста и дальше будет ого-го. То, что сегодня звучит практически пустым звуком даже для многих игроков отрасли, дополненная реальность, ну, также пустым звуком было для нас, скажем, мобильный веб. И вот сегодня он везде. Вот дальше через 3-5 лет также будет предметом нашего активного обсуждения, активного действия в этом направлении с точки зрения предпринимательства, потому что именно этот аспект также как программу «Альгентинный бизнес» интересует и весьма. Значит, видимо, главное событие в шедшей неделе, о котором мы будем говорить, и обсуждение начну несколько издалека. Как вам лично Apple и его маркетинговая бизнес-политика? Какие впечатления, какие мысли всего? Для меня, конечно, Apple ассоциируется больше с продукцией iPhone, iPad, а не с iTunes. Это понятно, потому что ты как россиянин, прежде не был, не сприкасался с этим практически. Вот. По мне, конечно, хотелось бы что-то новенького. То есть, я был, честно, разочарован выпуском iPhone 5 после 4S, но я считаю, на 5 мм уменьшить и выпустить, и там чуть улучшить дисплей, но это не то, что ждешь от такой компании. Соответственно, для меня компания Apple это как пример такой компании, которой стоит гордиться. Это наравне как Google, Facebook. Вот. Но перспективы ее развития, я не представляю, что будет дальше. Дальше они, наверное, будут уже увеличивать размер телефона, что это, чем больше телефон, наверное, тем моднее. Павел? Ну, скажем так, с точки зрения, наверное, их бизнеса и того, что делал Стив Нос Джобс, очень продуктивные, очень эффективные ребята. То, что говорят о их гениальности непосредственно лидеры этой компании и его команды, ну, это скорее близко к истине. Вот. Отдельный вопрос, конечно, к тому, как они делают, реализовывают в отдельных элементах, то, как они позиционируют продукт, к чему это приводит, где грань между вот этим позиционированием правды и вот лукавством, это, конечно, скорее такая этическая сторона вопроса, это, конечно, отдельно большой вопрос. Пока им удавалось еще красиво балансировать. Да, да, но, наверное, не для тех, кто очень за ними пристально смотрит с точки зрения бизнес-интереса, а не просто как потребитель. Угу. Ну, хорошо, сейчас новость под девизом дождались. Корпорация Apple предоставила российским пользователям доступ к магазину цифрового контента iTunes Store. Теперь сервис позволяет приобретать музыкальные произведения и фильмы, используя банковские карты Visa, MasterCard или же специальные карты предоплаты. Запуск русской версии iTunes Store приурочен к началу продаж пятого айфона в нашей стране. По информации газеты «Ведомости», Apple хотел запустить iTunes Store в России еще в ноябре этого года. Ну, собственно, когда запускался была презентация айфона, он в октябре был, ну, в общем, в скорости после презентации. Но не сумел договориться со всеми прообладателями относительно российской музыки. Проблема не решена, собственно говоря, и сейчас. Некоторые российские музыкальные компании перед запуском iTunes получили письма от Apple, в которых им предлагалось лицензировать театрские права через российское авторское общество РАО и компанию First Music. Однако РАО не имеет аккредитации для работы в интернете. К тому же РАО в этой схеме надо договариваться по отдельности с каждым прообладателем, поскольку занятия политиколлективного управления правами в российском законодательстве не существует. Вот такие вот дела. Как вам контекст ситуации, Павел? Ну, контекст такой. Это как раз про тот баланс, про ту грань, о которой я говорил в начале обсуждения этой новости, потому что всегда говорилось, вы можете платить напрямую за творчество тем людям, которые создают то видео, ту музыку, ту продукцию, которую вы потребляете. Это был девиз Apple iTunes изначально? Изначальный девиз, но в итоге с точки зрения эффективности бизнеса, конечно же, Apple начала работать на региональных рынках с такими коллекторами, как там РАО, агрегаторами прав. И вопрос, на самом деле, платишь ли ты там своей любимой, не очень может быть известной группе деньги, или они где-то оседают в недрах РАО и Apple, это уже такой вот как раз... Вопрос, не касающийся Apple получается, да? Да, но с точки зрения, наверное, как пользователи, потребители вообще смотрят на то, кому они платят деньги и за что. Потому что с таким же успехом я могу сейчас пойти, не знаю, в Яндекс.Музыку, заплатить существенно меньшее количество денег, которые пойдут точно таким же путем, без вот этой вот красивой вывески, да, точно таким же путем пойдут эти деньги, ну, может быть, с какими-то вариациями, вот, и буду пользоваться большим количеством музыкального контента по совершенно... за совершенно другие деньги. Поэтому с этой точки зрения успех iTunes тоже в России, ну, так, скорее, более под вопросом, а тем более при наличии всем известного замечательного ресурса ВКонтакте. ВКонтакте, торрентов, цены в русском iTunes, для тех, кто еще не наблюдал, думаю, что это большинство из нас, значит, музыка стоит 15-19 рублей за трек, за одну композицию. Представь себе, да, вот, нажимаешь кнопку в ком-нибудь то же самое ВКонтакте, я вчера, кстати, внимательно подключал ВКонтакте, я плохо с ним знаком, прежде был, ну, собственно, и сейчас, наверное, все плохо, но вчера покопался в нем пару часиков, чтобы, действительно, разобраться, основательно. Действительно, там музыка вся, какая угодно, самая экзотическая. Так вот, вот, каждый раз, нажимая на кнопку Play ВКонтакте, вы понимаете, что вы сэкономили 15-19 рублей, не заплаченных в iTunes 100, либо 49-199 рублей за альбом, то есть, почти 200 рублей можно отдать за альбом, фильмы стоят по 49-99 рублей за аренду и 99-299 рублей за покупку, то есть, 300 рублей за покупку фильма. Снова-таки, ВКонтакте вам помощь, если вы хотите сэкономить семейный бюджет на что-то, ну, не знаю, там, шубу уже не купить, вот и накопите. То есть, Максим призываете к операцию, да, все-таки? Паш, я нахожусь в реальной ситуации. Я, на самом деле, как последовательный критик ВКонтакте, слушатели постоянно знают это, я ставлюсь находиться в рефлексии, а не вот в этом самом таком огульном поношении. Я считаю, что текущая ситуация проблемна с пиратством. Я считаю, что то, что создатели музыки и фильмов оказываются в такой ситуации, это для них, ну, как бы, ставит вопрос пересмотра отношения к, не то, чтобы бизнесу, к жизни, да, потому что ты теперь не зарабатываешь на том, на чем зарабатывал прежде. И хорошо там музыку можно записывать более-менее бюджетно. Ну, там, условно говоря, это там 20-30 тысяч долларов можно записать альбом. Там, 100 тысяч долларов замечательный альбом можно записать. Можно и дешевле, на самом деле, конечно. Вот, и дальше зарабатывать на концертах. Ну, а фильм как быть? Зарабатывать на Product Placement, вы будете смотреть эти фильмы, где будет в каждом кадре водка, стул, не знаю, все брендировано? Я не буду эти фильмы смотреть. Думаю, что большинство тоже. В общем, это проблема реально. Вконтакте и другие сервисы, пиратские торренты, это проблема. Выход ли iTunes? Это вопрос. В России платный контент еще не так развит, как тот же самый Вконтакте. Я считаю, нужно еще лет 5-6, чтобы люди поняли и отказались от того же самого Вконтакте. Но, чтобы люди перешли из Вконтакте в iTunes, я считаю, что нужно было начинать с низких цен, как сделал Microsoft. Он же для России сделал одни из самых низких цен на Windows несколько лет назад, и, соответственно, многие стали переходить. Когда была цена на Windows, 12-13 тысяч рублей, никто себе не мог позволить это купить. А когда цена стала сейчас от 3 до 7 тысяч рублей, соответственно, многие компании, не рискуя, сразу ставят себе все лицензированное. Соответственно, как таковой запуск, понятно, что там себестоимость мизерная была запуской iTunes в России, но, как таковой бенефит и профит от этого запуска, я думаю, в ближайший год-два у них не будет никакого... Нам было дешевле делать. Им было сложно это делать, поскольку они так сделали цены в два раза дешевле, чем в Америке. Ну, вот куда больше это было уже наступание на горло. Там, наверное, больше вопрос транзакций, что российские банки берут 4-5 раз больше процентов за одну транзакцию по картам, нежели чем американские банки. В том числе. Совсем коротко, в Твиттере мы спросили, сколько денег в течение месяца вы тратите на покупку царового контента. Ответы такие, думаю, 5-10 тысяч рублей. У нас есть продвинутый пользователь. Еще ответ, 30-100 долларов. Тоже молодец. От 100 до 1500 рублей. Еще ответный. 2-10 долларов. Вот в эту цифру, мне кажется, я больше верю как цифру массовую, откровенно говоря. Не то, что я не верю предыдущим. Я рад, что нас слушают такие люди. Но вот 2-10 долларов это какая-то более реальная с точки зрения массовой публики. Похоже, я тоже в этот сегмент попадаю. Я, правда, только Яндекс. 30-50 долларов. Вот тоже знакомый хороший Слава Баранский отвечает в Твиттере. Вот такие дела. То есть, в общем, на самом деле, пока что пользователь массовый, видимо, не очень готов платить за контент хорошие деньги. Мы к этому вышли в дискуссии. Более-менее, ну, отчасти, по крайней мере, можно вырезать это из ответов, возникающих в Твиттере. Ну, а как будет жить дальше iTunes в России? Нормально будет жить, наверное, но не особо, видимо, прибыльным. Ну, да, и не столь популярным, наверное, как те конкуренты, которые выбрали более заточенные под российский рынок модели. Ну, да, в общем, будем наблюдать, как будут развиваться события с жизнью цифрового контента в сети. Это очень любопытно, и мы свидетели того, как строится новая экономика. На этом все. Это была программа Рунет Сегодня. Меня зовут Максим Спиридонов. Слушайте нас, обязательно слушайте нас каждый понедельник. И теперь пока.